В работе будет находиться такая рыба, это будет кубок для соревнований по рыбной ловле. Высота будет 90 сантиметров, сейчас начну выполнять пластилиновую модель. И постараюсь поэтапно вам показать, может быть в какой-то мере кому-то будет полезно и интересно. Приступая к практической части лепки, уже начал набирать общий силуэт боковой. Стараюсь максимально утрясти, чтобы он был похож с теми образцами, которые у меня имеются, которые я буду делать. И также стараюсь двигаться в разных проекциях, чтобы каждый из поворотов, из ракурсов соответствовал тому, что у нас есть на нашем изображении. И таким образом потихонечку-потихонечку буду двигаться. Пока потихонечку отрисаю форму, где нужно добираю ее, чтобы наша модель соответствовала изображению. То есть у него такое пузико, которое ему нужно будет поднабрать. Если мы сопоставляем с нашей первой картинкой, которая у нас имеется. То есть понятно, нужно будет определить вот эту ось, от которой будет выгибаться сам непосредственно хвост. То есть все это дело нужно будет подвыбрать. Таким образом. Таким образом мы еще сможем выкрутить ему длину немножко, чтобы соответствовало образцу. И дорастить ему пузо. Потому что он такой довольно-таки жирный, массивный. Стараемся максимально в нашей пластилиновой модели утрясти все нюансы и вопросы, которые у нас есть. Я особо не буду акцентировать внимание на пластилиновой модели, потому что все-таки канал посвящен резьбе по дереву. Хотя скульптура должна преобладать, а только потом уже работа в материале. Не важно каком. Это резьба по дереву или это. В металле работа или в пластике. Не важно. То есть материальность здесь не важна. Общие принципы, они по большому счету весьма одинаковы. Вот. Буду работать, наверное, такими включениями. В общем, сейчас я утрясу поворот вот этот, потому что нужно сделать тоньше. Утрясу этот поворот. Она где-то вот так вот должна уйти. Таким образом мы выиграем длину. Вот. Подработаю здесь поворот. Вот. Поднаберу здесь ему, чтобы он был немножко массивнее, жирнее. Вот. И потихонечку можно будет доращивать полнички доделывать. И потихонечку уточнять уже непосредственно саму форму. Вот. Таким образом будет строиться работа. И потом я уже начну делать, как обычно, это уже в массиве. Сейчас я поработаю без камеры. Вот такой промежуточный вариант имеем. Потихонечку уточняю саму форму. Вижу, здесь нужно еще будет в области брюха добавить. Потому что сама форма, если соизмерять с образцом фотографии, намного шире в этой области. Вот. По силуэту тоже нужно будет уточнять, потому что вот эта часть должна быть немножечко выше. Уже на место потихонечку ставлю плавник. Но нужно будет соизмерять, сопоставлять, на какой области будет вырисовываться вот этот плавник. Вот этот. То есть все это нужно соизмерять с нашим образцом, который имеется. И во всех проекциях нужно обязательно крутить и смотреть то, что получается. Достичь наиболее точного варианта с того образца, с которого мы делаем. Вот. Продолжаю тогда выполнять, потом делаю опять включение. Буду рассказывать, что происходит. Вот такую примерно вариацию мы должны получить в пластилиновой модели, чтобы начать работать уже в дереве. То есть все остальные аспекты, нюансы, которые здесь не получились, или пропорциональные ошибки какие-то были, все же он имеет возможность поправить непосредственно уже в материале. Ну, примерно вот такая вариация получилась. Ну и в следующей части начнем уже работать с деревом.